Я вам расскажу вам про платформу РИЧ. Наверное, все вы, когда-то, были в магазине и были сильно раздосадованы, как быстро консультанты вас обслуживают, как они медленно уходят в Данию, чтобы проверить остатки товаров. Не могу ответить на ваши вопросы о наличии нужного размера быстро. Соответственно, вы не можете подписаться на нормальную характеристика, которая вас интересует конкретного продукта. И представьте еще на секундочку, что вы, кроме всего прочего, являетесь владельцем этого ритейл-бизнеса. Не понимаете, кто, когда, сколько сейчас выдают, какая-то информация, она, в общем, приходит на цене, что, в принципе, не очень интересно. И у вас есть большая проблема затоваренности складов, проблема с тем, что вы должны планировать свои коллекции, что вы хотите дальше купить, электроника, шмотки, что-нибудь другое. В итоге все эти проблемы привлекут в том, что у вас есть маленькая режима, очень маленькая заработка. У нас есть для этого решение. Для начала это мобильное приложение для консультантов, в котором они могут всегда в режиме онлайн быть, остатки, отмытить наличие товаров во всей официальной магазине. И в этом приложении вы можете посмотреть характеристики, проконсультировать клиента, рассказать ему о чем-то, что он, возможно, не знает. Кроме всего прочего, всегда можете упроекровать об акционных акциях, об каких-то спецпредложениях купить, трусики получать носочки в подарок и тому подобное. Кроме всего, вы можете тут же принять оплату у ваших клиентов. Ну и кроме этого, еще имеем большой интеллект за кадром, который позволяет вам прогнозировать спрос, на основе этого строить закупки и оптимизировать все остатки. Курировать сам процесс, соответственно, как бы продажи, рекомендовать консультанту в магазине разнообразными советами, что можно предложить, память на кто или иной вещи. Кроме всего прочего, вы можете в нашей платформе запускать разнообразные маркетинговые активности, оценивать и измерять их прямо в режиме реал-тайма, как клиенты ходят после пушей, после смс-раздачи акций. В реальном времени вы можете оценить кроме всего своих продаж, как у вас растут, они падают, как на это влияет приход клиентов, уход в вашей компании. Автоматически формировать персональные предложения на базе пола, цвета и так далее, разных характеристик, как клиенты, так и товары, и ваши желания, что вы хотите добиться повышения маржи, уменьшения остатков после продажи. Ну и в конце концов оценивать GPI своих продаж, как и у вас нет. Мы запускали небольшой пилотный проект в одном из ритейлеров Москвы. Вот некоторые результаты, которые были измерены, собственно, на 20% в среднем вырос чек за квартал, где-то на 16-17% ускорилось обслуживание клиента, перестали уходить вдаль, в режиме реального времени консультации, можно было что-то знать. И где-то на 49% увеличилась прозрачность самого процесса, оценки GPI, что, кто сколько продал. Консультанты стали сами увлекаться процесс продажи используя инструменты, потому что видели, что он им позволяет больше зарабатывать. Наша бизнес-модель. Мы, соответственно, подписку на модули продаем, просим вообще символические деньги за каждого сотрудника, который будет это использовать. Ну, даем скидки при квартальной, ну, соответственно, годовой, полугодовой подписке. И крупным ритейлерам тоже, как мы смотрим, вроде бы пытаемся удовлетворить. Спасибо. Ну, последний слайд. Наша команда где-то работали, собственно, немного о нас. Ну, и финал. Что мы ищем? Спасибо. Вопросы. Требюминутные вопросы у нас есть. А куда деньги-то нужны? Деньги? Мы деньги ищем на то, чтобы развиваться. Развиваться, вот вы говорили, вы интересны АИ, МЛ и прочие искусственные интеллекты. То есть у нас есть некая модель, опробированная на некотором пуле характеристик, допустим, фэшн-индустрии. Мы хотели бы эту модель расширять на электронику, расширять на тачки, на фарму, то есть именно предсказывают предсказующие, модели, которые требуют денег и элементарно тупо на железке, как минимум. И, соответственно, на маркетинг, походы на всякие выставки, чтобы там можно было бы красивых девочек выводить, в неглиже они бы это все рекламировали. А тот кейс, который проверили, заказ от этого эксперимента поступил? Частью заказа поступило. Только часть. Некоторую часть ребята решили делать своими силами в силу других причин. Они хотели внутреннюю разработку, именно платформу, которая позволила все мобильные решения использовать только как бы ими. И слишком много кастомщин. Да. Окей. Завискер, ты еще вопрос? Попробуй. А вот сказали, вы можете всякому маркетингу что вы можете делать на основе данных о покупателях? Отбудывайте данные. Из CRM, из продаж, из лога хождения в магазины, из лога хождения в мобильном приложении, из камеры, из лога в консультанты. Мы подвиживаем сессии, если мы с вами общаемся, можем как-то сопоставить, что именно выйдет между партнерами, со мной рядом стоите. Все эти данные матчатся, шифруются, деперсонализируются, уходят к нам, чтобы мы не были субъектом-объектом обработки перс-дан. Ни у нас, ни в Европе. А у вас уже сделано распознавание через видеокамеру, да? Мы не делаем принципиально распознавание через видеокамеру, потому что для этого есть куча вполне удобных проектов, вполне понятных API. Мы больше объясняем ритейлерам, что не стоит бояться HDPR-ов и прочих непонятных наших законов. Объясняем, как можно красиво преподнести клиенту желание поделиться своей мордашкой вполне легитимно и, соответственно, вести его по залу. То есть у многих ритейлер, да у многих, сейчас есть вопрос именно конкретно, что мне за это будет рано или поздно в государстве? За то, что я распознаю мордашку? В смысле вести его? То есть он зашел в нас субъектировался? Да. Ставьте в этот красный квадрат, вам будет персональная сегодня 10% скидка на любую покупку, но мы будем вас тратить для улучшения вашего клиентского опыта. Тын-тын, и все, все дальше. Карамеры, понимаешь, подписывайся. Он подписывает? Нет. Становясь сюда, вы соглашаетесь с договором оферты, опубликованной. А, окей. Ищите до свидания. Нет, ну как вы фотографируете, вот он QR-код, пожалуйста. Еще и скачайте наше мобильное приложение, вам пошибают тут, чтобы прям встать по магазинам. То есть мы камерами нам пока это неинтересно. Мы слишком много на себя возьмем. Вопрос есть. Основная потребительская цель для кого все-таки? Для самих консультантов? Кто же это закупать должен? Закупать должен владелец по большому счету. Есть у нас пост, выпустировочную штуку. Ну да. Ну как бы вот так. А консультантам сказали, это интересно, то есть они увеличивают свой доход. У них процент с продаж, да? У них процент с продаж, да. И как бы вот, если ты большой, мы возьмем, не знаю, сумму, например, возьмем, да, как бы консультант, раньше не мог отправить клиента в парень, предложить ему товар из другого бренда на другом этаже, потому что нельзя контактить. Такие правила. Теперь он может просто в мобильном приложении отдать ему вещь, сказать, что вот там вот вам карта, идите туда, подписать свой, ну, ввести, сосканировать свой бейджик. Это продажа этого товара уйдет к этому консультанту, но при этом клиент спустится, купит у другого консультанта. Третьего, четвертого. Спасибо. Во время закончения.